Проверить свое здоровье, выявить заболевание на самых ранних стадиях, узнать факторы риска и предрасположенности – это основная цель диспансеризации. Пройти ее совершенно бесплатно может любой желающий. А для удобства работающих граждан специально придуман единый день диспансеризации. Он проводится один раз в месяц, по субботам. В ноябре этот день выполнено 18 число, и с самого раннего утра в поликлинике Видновской районной клинической больницы можно было увидеть много желающих пройти диспансерный осмотр. Среди них – люди самых разных лет. Перечень необходимых диагностических мер определяется в соответствии с возрастом. Основными являются следующие виды обследования. Анализ крови на гемоглобин, глюкозу крови, холестерин, обязательно флюорография женщинам, мамография после 39 лет, москино-онкоцитология. Еще один из главных диагностических методов – это кардиограмма, позволяющая выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний. И для мужчин она считается особенно актуальной. Владимир Гуков проходит диспансеризацию уже в третий раз. Сам вряд ли придешь. Это уже когда что-то сессийно заболит, тогда беги, жалуемся. А так вот вроде проверился, все беспокойнее. Для меня же это не лишнее знать, что здоров. Есть и те, кто впервые на диспансеризации. Супружеская пара Евгений и Елена Цоль очень рады такому случаю. Если правительство, как говорится, дает такие условия, возможность пройти бесплатную диспансеризацию, пройти все анализы и курсы, почему бы и нет над этим пользоваться, я считаю. Да, я планирую проходить диспансеризацию раз в три года. О важности прохождения диспансеризации говорит то, какие серьезные недуги позволяет она выявить. Это онкологические заболевания, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические патологии дыхания. Пройти диспансерный осмотр можно максимум за один день. И в Ленинском районе уже более 6 тысяч жителей воспользовались в этом году такой возможностью. Следующий единый день диспансеризации пройдет в поликлинике Видновской районной клинической больницы в субботу, 9 декабря 2017 года.